Микс Ньюс. Если говорить про действительно учреждения культуры, вот как они живут, в том числе и музеи, сегодня мы об этом будем разговаривать с директором мемориала Жанни Салипке, с Лолитой Томпсоном. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, позвольте вас поздравить с наградой. Действительно, вот мы даже можем показать тем, для тех, кто будет смотреть нашу программу в записи, вот эта награда, полученная, я понимаю, за заслуги перед Германией. Именно вот Германия вас наградила. Может быть, вы могли бы рассказать, как это все, как происходило само награждение, как вы узнали, может быть, об этом? Во-первых, выдвигает тебя не Германия оттуда, а посольство и люди, которые тебя знают, работают с тобой уже долго здесь. То есть, это как бы, да, награды оценила президент Германии Бундестаг, а вообще-то за работу, которая проводится здесь, в Латвии. Это награды не только за мемориал Липке, и за работу между латвийскими и латышскими, еврейскими отношениями, День памяти Румбулы у памятника свободы, где приходят русские и латыши, и евреи, и туристы. Ну, тогда еще были туристы, которые мимо и проходят 30 ноября в памяти убитых евреев. Но и вообще за общественную деятельность, и за женщины, и за деревьев. В общем, там был целый большой список, и то, что для них важно, это вообще работа в обществе. Ну, конечно, главное, это мемориал Жани Солипки. А скажите, насколько вот эта оценка, ну, действительно, вашей деятельности, вот она была именно инициативой местных, немцев, которые работали в посольстве, да? То есть они или... Да, я, потому что это официально, я не знала, что меня выдвигают. Это работа культурного атташе тогда, Томаса, который здесь работал. И я не знала, что они вообще выдвигали, и что это будет. И было очень странно, что когда был День памяти Холокоста, 4 июля, мы все были у сожженной синагоги на Гоголе, где проводится День памяти. И подходит посол Германии после этого, говорит, что что-то там не будут ручать. И я поняла, что это, ну, как годырак. Кажется, вот грамота, почёт, за сотрудничество, за то, что мы работали долго вместе, у нас разные проекты были общие. И я вообще, ну, то есть я не поняла важность этого момента совершенно. И потом мне через пару дней уже звонили из посольства, и говорят, Лолита, нам кажется, что вы не поняли. В общем, мы стали мне объяснять, что это орден, ну, что это будет очень важно. Но из-за ковида, из-за всей этой ситуации долго было, ну, то есть я только что этот орден получила, потому что как это всё сорганизовать, немножко только можно приглашать людей. В общем, это посольство надо было ещё решать, как это всё будет. А как долго вообще вы работаете в музее Жанницы Литки? Насколько вот эта работа, ну, вот как вы пришли к этому? Я до этого, я жила в Израиле, в Иерусалиме, 14 лет, то есть долго. И поэтому латвийских и евреев, если про евреев говорить, я, конечно, встречала там, не здесь, но потому что я жила там, в Израиле. Вот, и я вернулась в 2013 году. Это год, когда и Шимон Перес, и президент Израиля, открыл музей, и я брала у него интервью до того, вот до этого визита в Латвии и Вильнюсе. И после этого, в сентябре 2013 года, я стала работать уже в мемориале, и в январе 2014 я стала директором, так что это, ну, вот, можно посчитать. Кажется, очень недолго, но на самом деле, да, уже время прошло. За эти годы самые главные, ну, не знаю, события, этапы жизни музея, что удалось сделать, может быть, какие-то выставки, какие-то особые мероприятия. Да, конечно, у нас выставки были разные на тему, ну, как Жанин Слипкий занимался контрабандой при Умани, 30-е годы, как и большинство людей, которые работали в порту. Ну, и он был таким немножко подпольщиком. И мы делали выставку про контрабанду. Вообще, что это значило? Что значит, как рожатся империи, новые границы, как меняются законы, что происходит, перевозят эти продукты. Потому что из нашей точки Евросоюза, конечно, это очень интересно выглядит. Ну, и, конечно, все хотят видеть, как выглядят контрабандные бутылки вообще. И мы сделали такую вещь, чтобы проверять. Обычно говорят, вот уже такие законопослушные. Ну, я про всех говорю, которые живут в Латвии, конечно. И у нас был огромный золотой, как это, своя чтуристь, вот этот подсвечник большой, он такой баракальный. И там было написано, не трогать, ну, как в музее. А тебя никто не видит. И если ты трогаешь, то звучит голос. Да, у тебя ген, есть ген непослушности. Но то, что обычно вот таких людей, не только у контрабандистов, но и у тех людей, которые евреев спасали, они не слушали себе никого. Они сами себя слушали, что на эту жизнь человека нужно спасать. Но у нас была такая тема. И была Александра Бельцова, замечательная художница, выставка, эскизы. Она ходила в Рижское гетто во время войны и рисовала, делала эскизы. И каких-то убийств, и свои модели, и приносила еду там для своего учителя-пианиста. И, в общем, она оставила эти рисунки, их только нашли. Наталья Евсеева из музея нашла в 2006 году. То есть это совершенно было что-то новое и для нас очень важное. Но у нас были и выставки, и фотографии беженцев, которые они сами фотографировали себя. Люди, которые вообще не знают жизни, кроме лагеря. Они там родились, они там живут. Ну, какие-то... Ну, разные у нас есть выставки. Но очень большой проект. Ну, кроме школьников и группы, дискуссии, которые у нас были, и про всякие стереотипы, и подозрения, которые людей... Как они думают вообще. Было, конечно, замечательный проект вместе с московским режиссёром Геннадия Мостровским, уроки Персидского, которые игрались и на русском, и на латышском. И в русской версии латыши все говорили с акцентом. И главный герой, который играла актриса, Маша Данилюк, она играла без акцента. И вот в латвийской версии, в латышской версии это было по-другому. Это было очень интересно. И кто как бы чужой, свой, вот это всё... Замечательный был театр. Очень много людей приходили, его видели. И иногда они нашли музей из-за этого, что они пришли в театр. То есть, получается, что мемориал Жанни Салибкин – это больше, чем музей. Это действительно такая большая, ну, можно сказать, лаборатория экспериментов всевозможных и театральных, и выставок, и, может быть, даже выходящих немножко даже за рамки вот конкретной жизни конкретного человека. То есть, то, что, может быть, многие думают, что, знаете, вот когда, ну, это звучит как бы, ну, да, ты пришёл, ты посмотрел вот фотографии человека, личные вещи человека, и всё, и как будто бы... Ну, и знал, как бы, историю Семьи Липки, потому что очень важно, но в истории Липки, то, что евреи, с которыми он был знаком до войны, они тоже убеждают других бежать, доверять. Ну, то есть, вот вообще это совместная работа для спасения. То есть, один человек не может почти ничего, он должен как-то сотрудничать и прикасаться к другим жизням, это, мне кажется, важно. Но у нас был только что еврейский Новый год, Рошана, и латышская фольклорная группа Банга играла еврейскую музыку, и были и Клэцмеры из Берлина, и Саша Луре, и скрипачих Крэйг, и они потом после концерта вместе играли, и там были все люди танцевали и встречались. И иногда, конечно, ты встречаешь людей в очень серьёзных каких-то дискуссиях, где люди спорят и как-то пытаются понять друг друга. А иногда вот этот праздник, Рошана, все же такие уставшие после всех этих запретов, что это было замечательно. У нас же в музее есть террасы, что люди могли встретиться и найти разные языки, на которых они могут говорить, и языком скрипки тоже. В общем, мне это показалось, что иногда важна и такая совершенно непринуждённая встреча. – Насколько этот год был действительно сложным для музея, учитывая вот эти ограничения, учитывая то, что многие люди боятся сейчас выходить из дома, посещать публичные мероприятия? – Да, у нас обычно самый сезон, ну, горящий вообще, я никогда летом не бываю в отпуске, это именно начиная с мая по сентябрь, конец сентября, когда очень много туристов. Потому что основной год есть местные люди, есть, конечно, туристы, но в основном это школьники, студенты, разные вот мероприятия, что-то такое. А летом, ну, вот это тогда уже, а сейчас летом, конечно, было людей гораздо меньше. Приходили местные, школы приходят, вот сейчас, если мне надо говорить, у нас тоже всякие мероприятия были, так что музей работает. Ещё мы хитро открыли музей, я спросила у Министерства здравоохранения, что мы уже могли открыть 8 мая. И поскольку вот эти важные даты, связанные со Второй мировой войной, и 8 мая, и 9 мая, в общем, было понятно, что важно, чтобы какое-то место было открыто, ну, где люди могут прийти. И мы 8 мая открылись, ну, неделю почти до того, как открылись другие места, вот. И объявили, что надо записаться. Если ты приходишь, то каждые полчаса кто-то был записан. И вот весь день люди приходили, вот эти два дня. Но на самом деле потом уже оказалось, что это не так. Люди не приходят так много, и такими... И если приходит класс, или люди, которые из... Ну, вот Яунсала у нас была группа, вот приехала, они приезжают всё равно в одном автобусе, мы их не будем делить, они уже так вместе приехали. Вот, так что, нет, люди приходят, но, конечно, то, что было мало туристов, это, конечно, мы чувствовали. Но не только мы, я думаю, все вокруг, да. 6212-93.9, 6213-93.9, вы можете также задавать ваши вопросы, отправляя их на WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Директор мемориала Жанни Салипке Лоли Томсона сегодня в нашей студии. И мы вот сейчас, может быть, поговорим о том, насколько вот феномен Жанни Салипке характерен был, может быть, для Латвии. То есть, всё время, ну, повторяется имя одного, вот, праведника, спасителя, евреев. Но были ли... Вы сказали уже, что ему люди многие помогали. То есть, получается, что, ну, один человек, как говорят в русской пословице, один в поле не воин. То есть, одному человеку очень сложно было бы это всё организовать. То есть, были другие люди, которые его поддерживали, разделяли его взгляды? Не только были, но историк Маргер Вестерман, который и сам выжил в Холокосте, он, в принципе, это его работа, всей его жизни собирать вот все достоверные письма, фотографии, рассказы про тех, о тех, которых спасли. И поэтому имён, конечно, много. Их, ну, больше 400, которые известны. Потому что, если вы читали книгу «Прощай Атлантида» Валентины Фреймена, которая издана на русском языке, где она рассказывает про свои скитания во время войны, где её прятали, так её прислуга возила её специально полузакрытыми глазами, чтобы она не знала имена этих людей и не знала точно адрес. Она в конце книги пишет, я вышла, вот война закончилась, я могла уже выйти и не скрываться, ну, как еврейка. Он говорит, и я потом пытаюсь найти этот дом, я не могу. Она не знает. Поэтому понятно, что большинство имён мы не знаем, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но их есть примерно, больше 400 есть, которых спаслись. Вообще таких случаев спасания, скрывания есть около 700, их много. Но примерно 200 закончились печально, то есть кто-то кого-то сдал, заметил, нашли. Ну, то есть понятно, что надо было и скрываться не только от полиции, но и от соседей, которые могли настучать. В общем, имён много на самом деле. И если вы идёте, где вот на улице Гоголя, это сожжённая на Гоголе, там есть большой памятник, тоже идея мадер Вестермана, поставлена такая крыша, которая валится, ну, как бы, чтобы всех уничтожить, и евреев в Латвии. И там есть такие колонны, которые держат, чтобы ещё как-то удержать. И вот на этих колоннах, которые ещё держат вот этот натиск зла, есть имена спасателей. И там примерно 200 имён, но надо, вот сейчас есть идея добавить ещё 200, потому что, ну, они известны, и почему бы про них бы не знали. Ну, то есть это важно. И мадер сейчас пишет книгу, наша сотрудница, она-то ему помогает, я ничего. Ну, то есть мы надеемся, что к концу года это уже можно будет читать, потому что это, конечно, неимоверная история, как люди выжили. К вам обращались, работали ли вы, сотрудничали с создателями картины «Отец-ночь», насколько они там погружались в исторический материал? Да, конечно, но особенно, когда создавался ещё сценарий, и потом, когда надо было, ну, вот какие-то детали для художественных, ну, для, как это называется, которая в фильме делает визуально вот эту часть вещи, платья, одежды. Реквизит, да. Конечно, да, реквизит. Да, да, потому что сценарист Матэйс Гритсманс приходил, он смотрел наши материалы, мы ему рассказывали, книга есть, сейчас будет выходить на русском, есть на латышском, про Жанниса с воспоминаниями, но в книге по-любому, там, например, Хайм Смолянский, который в фильме «Арки», хороший друг Жаннису до войны, то есть они уже знакомы до, в фильме «Арки» говорит, ну, давай спасай мою дочь, и Жаннис такой, не, не буду. Ну, и люди приходят, ну, как он мог так сделать? Я говорю, ну, понимаете, это кино, в кино нужен этот конфликт. На самом деле, Жаннис спасает и скрывает Хайма Смолянского с женой, с двумя маленькими детьми прямо у себя в доме, потом это становится очень-очень опасно, потому что дети маленькие, и вообще деревня, и то есть это очень трудно выжить, и они возвращаются в гетто в Рижское, потому что, конечно, никто не знает, что это 30 ноября закончится массовыми убийствами в Румболе, и там убивает и жену, и обоих детей, и тёщу Хайма Смолянского, Хайма Смолянского, вот, и он, Жаннис потом его спасает уже одного, и он после войны женился, у него родился после войны уже сын, но понятно, что для фильма нужно немножко другой материал, даже если этот материал, который они брали у нас, он важный, ну, например, то, что Жаннис смотрит и видит, как в гетто собирает и увозит людей, это и есть допрос, вот Жаннис рассказывает, как он это видел, и что он видел старичка, и он пытается ему показать, что он может бежать, а тот думает, что это ещё один латыш, который смотрит и присматривает за ним, но то, что он, конечно, не бежал в Румболу и не увидел эти убийства, но это тоже понятно, что в кино тебе нужен герой, который видит, то есть ты должен видеть чьи-то, 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 глазами, вот. Так что, но фильм, конечно, 50 тысяч человек, наверное, сейчас уже больше посмотрел этот фильм, и, конечно, для нас это было, люди приходили до и после фильма, ну, это было сильное такое вообще впечатление. И в Израиле они получили приз, и на премьеру вот этого фильма пришли дети и внуки, вот людей, спасённых, с Жаннисом Липки, конечно, для Артуры Скрастенья, он сказал, для меня это была вторая премьера, конечно. Вот вы сказали, что многие приходили после этого фильма, но вот для людей, которые приходят, скажем, в первый раз в этот мемориал, вообще для молодого, может быть, поколения, эти страницы истории, они известны, или это для них совершенный шок, вот что в стране, где они живут, происходили вот такие ужасные вещи? Ну, есть несколько вариантов тут. Есть люди, которые, ну, это в средней школе уже, они знают, что что-то такое произошло, конечно, в Германии, или они знают про лагеря смерти, например, ну, вот в Польше, в оккупированной Польше, что-то такое. но вообще-то тема Холокоста в школе проходит два раза, в девятом классе и в двенадцатом. И учителя, когда приводят группы, они говорят, что или мы вообще что-то проходили, хотя бы мы, у нас была Вторая мировая война или не было, потому что это тоже совершенно нормально, что школьники приходят, и ты им начинаешь, вот почему кого-то вообще спасать надо было, что произошло, ну, то есть какое-то введение, и люди иногда, и, конечно, и не знают, что значит евреи, но они жили в Латвии, они же, ну, я им говорю, они участвовали в борьбе за независимость Латвии, вот, то есть в восемнадцатом году есть, они получили награды, они были часть вообще общества здесь, да, но что их отличало, вот что-то кого-то где-то как отличало, что это было, ну, это важно, конечно, потому что мы всегда с коллегами говорим, что самое ужасное, что в книжке в истории евреи приходят в латвийскую историю, чтобы умирать, на самом деле это понятно, что 300 лет вообще-то истории, евреи же живут и в Пилпино, и в Кулянде, и до этого, ну, то есть понятно, что важно, что Латвии никогда не было очень, ну, вот прям все латыши там жили, и вот прям больше никого, и тут вдруг какие-то евреи у нас в 41-м году, вот прям 70 тысяч вот в массовых этих захоронениях, вот что же произошло, нет, ну, в принципе, и в школе учат, что и была команда АРАС, что есть примерно тысяча человек, которые участвовали в массовых расстрелах, не только в Латвии, ну, в принципе, и в Белоруссии же, то есть, ну, нам очень важно показать, да, вот про них все понятно, вот это АРАС команда, вот это там нацисты, вот они убивали местных жителей, при этом не только евреев, но и психически больных людей, все, все вот в Ялгове, в Дауглопилской больнице, в Аглоне убили больных, ну, то есть это они не только убивали евреев, да, да, и цыган, вот, но важно и то, что, ну, были и люди, которые спасали, то есть есть какие-то люди, которые думают своей головой, что был выбор у людей, ну, то есть очень сложный выбор, очень страшный. Ну, вот как раз вот по поводу этого выбора, вот я хотел спросить вас, как получается, вот действительно, что, вот наступает какой-то вот момент в жизни, когда человеку нужно делать этот выбор, и кто-то делает его очень легко, ну, вот скажем, там, как команда Арайса, ну, для них это, в принципе, ну, вот для людей совершенно, ну, они не задумываются над этим. Кто-то очень мучительно делает, то есть есть фильм еще с советского времени был «Восхождение» Ларисы Шипитька, где она показывала, вот как два партизана попадают в плен, и вот один становится предателем, а второй выдерживает все пытки и погибает. И вот как, вот вроде бы, они, казалось бы, ну, одинаковые люди с одинаковой судьбой, но почему-то вот один ломается легко, а второй становится, ну, вот практически вот как святым, ну, потому что он, вот для него это невозможно. Вот что случается, вот можно ли заранее предвидеть и к тому, что ведь это, ну, я понимаю, что это память, ведь не просто так, это мы не просто пытаемся сохранить память, но это тот урок, который необходимо понять, и вот не дай бог, что-то вот произойдет, вот как мы можем понять, вот что сосед, с которым мы здоровались, с которым мы жили, вроде бы там одалживали соль, вдруг может тебя предать, вот совершенно спокойно, а другой сосед может тебя, наоборот, рискуя жизнью не только своей, своей семьи спрятать. Вот как это происходит? Мне кажется, что есть это, я забыла, кого-то высказывали про историю, что история может и хорошая учитель, но мы-то плохие ученики, то есть мы, понятно, что не учимся. То, что это совершенно непонятно, кто, когда, кого будет спасать, это тоже, это часть из вот этих историй, это вот прямо у вокзала, кто-то видит бывшую коллегу, не собирался никого спасать, но видите его там с маленьким мальчиком, и вот, под Якобилсом там вырывает яму, прячет, ну, то есть это совершенно, есть иногда эти вот истории, они очень, человек что-то пробуждает, мы не знаем, что. Три соседки Жанни Салипки, которые его не сдали, видя, что там еврейский мужчина переодетый в женщину, что-то вначале хотя бы копались в огороде, потом это стало слишком опасно, это не делали, они это все видели, они после войны сказали соседям, вот мы видели, там, наверное, какие-то любовники Йоганна, ну, то есть жены Жанни, где-то там копались в саду, про них говорили, неприятнейшие женщины, какие-то три старые девы, в общем, на самом деле, одна из них была, пара, кстати, лесбийская, ну, то есть вообще все сложно, да, ой, такие неприятные, так они не сдали же этих соседей, они не сдали вот всех этих евреев, которые скрывались в бункере у Жанни Салибки, а другие соседи, может, очень приятные, может, очень положительные, вот ходили и стучали, потому что там соседи какие-то настучали на то, что Жанни испытался всех посадить на лодку, то есть был план избежать Швецию, прям голливудский план, конечно, который не удался, и когда из Баласдамы, вот там, где дом печати, сбежали советские военнопленные, они же тоже повсюду разбежались и пытались скрываться, и соседи же, они соскрывали их, но тоже кто-то же настучал, их нашли, убили, прям там на Баласдаме, то есть понятно, что это вся среда, ну, это очень сложно сказать, и слава Богу, ну, что на самом деле, ты не знаешь, мы, никто из нас не знает, что в такой момент, кто что, как подействует, ну, Валентина Фреймана, я ее спросила, как вы думаете, вот что отличало этих людей, вот которые вам помогали, ну, она спаслась именно из-за этого, она говорит, я не знаю, часть из них были религиозные люди, ну, то есть христиане, но не лютеране, а баптисты, вот из меньшинств религиозных, да, которые сами понимают, наверное, что значит быть в меньшинстве, вот, и она говорит, нет, вот это люди, у них есть этический стержень, несмотря ни на что. Вот вы сказали, вот люди, которые сами оказывались в меньшинстве, и вот упомянув даже, вот, эту пару лесбийскую, то есть опять-таки, я думаю, что они понимают, что вынуждены скрывать свои отношения, может быть, в обществе, они тоже могут, ну, поставить себя на место меньшинства. Да. Может быть, есть в этом какой-то ключик, я даже не знаю, или вот люди, которые действительно не подчиняются, ну, то есть они принимают решения не на основе, может быть, закона, а на основе какого-то внутреннего голоса, какого-то... Ну, вот, Иоанна говорит, жена Жаниса, вот она говорит, мы, я никого по вере и по народности, ну, как такое, как, подстал ты, ну, то есть по... Я не делила, она говорит, а вокруг меня, вот, когда, Иоанна говорит, вот, евреи стояли в очередь за хлебом, то их ругали, ну, например, то, то, что она рассказывает, как она это помнит. Но, я еще думала, интересно, почему, она выросла в Эллее. Эллее, это царская еще в России, она родилась в 1903 году, или четвертом, ну, как смотреть, это иногда бывает так с документами, мы женщины иногда. Ну, в общем, она выросла в Каунской губернии, Эллее, это там, то есть она говорила на польском, на литовском, дружила с еврейскими девочками, умела делать еврейскую еду до, вообще, ну, и до войны, и говорила на русском, ну, в общем, и на латышском. Вот такая полупольская семья, вот, которая была у нее. Вот, мне кажется, что, может, это тоже как-то влияет на то, что ты, ну, видишь человека в каждом из них, не знаю, но она вот так выросла. с другой стороны, ну, Жанн вообще вырос в Ялговой, потом в Риге, но все равно он же совершенно, ну, то есть, точно не делел людей, то есть, и если вы думаете, что он помог только евреям, то он спасал какого-то латышского коммуниста, Яниса Красненьша, который потом в Риге убили при нацистах, ну, он еще его как бы спасал. Но сразу после того, как вошла советская власть, уходил тот же лагерь Баласдамис, где были до этого евреи и советские военнопленные, там были немецкие солдаты, ну, которые какие немецкие, латышские, наверное, разных национальностей, которые были в Эрмахте или в Эстислингоне, и кидали точно так же им картошку и хлеб с юанной, то же самое делали для людей, от которых они не только что скрывались, то есть, это тоже, ну, ну, как-то нетипично, это. Как его все-таки сложилась дальнейшая судьба, может быть, ну, вот для наших слушателей вы расскажете, потому что, ну, всегда кажется, что это сказка со счастливым концом, что вот там, ну, он каким-то образом получил заслуги, я понимаю, что, ну, вот в советское время его особенно не... Не, его допрашивали в КГБ два раза, то есть, и говорили, что не тех спасал, ну, понятно, был этот красный, не коммунист, остальные просто евреи обычные, то есть, кто там врач, кто там студент, вот, и, ну, потом его оставили, оставили в покое, ну, то есть, понятно, что он никак, то есть, не мог, остался жить в том же домике, но то, что это не было сказкой, это понятно, что, потому что при разных попытках, когда он помогал из Кайзерва, надо ли откуда-то людям бежать, их иногда ловили, убивали, то есть, иногда он уже вывел четырех людей, одного отвез, приходят те три уже забранные и повешенные, то есть, самое ужасное, что там было все время и неудачи, но он это продолжал делать, потому что иначе не мог спасти больше 50 вообще людей, про которых известно, ну, в принципе, вот, и после войны он с Иоанной жили, ну, он работал механиком, работал в каком-то лесном, что-то, вот такое министерство, привозил трофейные машины, чинил, ну, потому что в Кулянском, как лета, еще шли бои, это он просто в Риге уже была, ну, советская власть, вот, и после этого он, ну, в принципе, он жил просто, как вот механик, работал в гараже, очень-очень просто, просто он жил до пенсии, и единственный раз, когда Советский Союз его выпускает, и очень тоже, ну, после многих-многих писем, это посетить сына в Австралии, потому что, если дочка Жаниса комсомолка, и, в общем, 40-й год для нее прекрасно, вот, советская власть, вот, будем жить, вот, все прям такие, все едины, то ее муж, она вдова уже 20 лет, ее мужа убивают в этой, ну, в боях погибает в Старой Руси, а сын в Эрмахте, в вспомогательных войсках, он не пошел в Российский Легион, но он все равно, в немецкой-то армии, тоже не может вернуться после войны в Советскую Латвию, это же тоже понятно, то есть у Жаниса с Йоанной остается только вот этот маленький мальчик, вот, который сберег вот эту тайну, что в доме скрывают людей, вот, Зигис, вот, который в фильме тоже, Киплюк сыграет, Матэйс, вот, и это значит, что, вот, их жизнь, они не могут даже увидеть сына, на самом деле, и вот, выпускают сначала Йоанну, на коротко, в 73-м, а потом в 77-м, Жаниса, единственный раз, когда он за границей Советского Союза, и он в Австралии, израильские послы, там, что-то там сварганили, в общем, отправили его в Иерусалим, из Австралии, и советская власть, конечно, это узнала потом, но это уже было поздно, он уже был, и он повидал вот людей, которых он спас, их детей, внуков, в общем, весь Израиль тащил его с места на место, потому что все хотели кусочек его, но он и посадил сам, свое дерево в Ядвашеме, в Иерусалиме, то есть это такая редкость, и у нас есть кассета, где вот эти латвийские евреи празднуют его прибытие, или не знаю, что-то такое, и они поют все время песни на латышском, и Жанис говорит, у меня столько песен на латышском, и Влада и не слышал, ну как вы тут поете, и потом они пели и на идише тоже, но, то есть это было понятно, что для него вот эта встреча в 77-м году, это, я думаю, это очень яркое, светлое такое, если говорить про послевоенную жизнь. Я думаю, что многие, наверное, задумываются над вопросом, который сейчас я задам, вот после посещения этого мемориала, и, наверное, вы тоже задумывались, может ли повториться такое, то есть, ну, не в отношении, может быть, евреев, в отношении другого какого-то меньшинства, то есть, мы ведь живем, все время нам кажется, что жизнь как бы стабильная, спокойная, но люди вот в начале 20-го века тоже думали, что все войны закончились, они остались в прошлом, и был Лига наций, вроде бы, объявляла о том, что все, мы полностью, после уже Первой мировой войны, что теперь войн тоже точно не будет, и вот... Я часто думаю про это, потому что мы должны, мы рассказываем школьникам, против каких групп вот в нацистской Германии были эти расправы? Хорошо, говорили про психически больных, люди, которые бы сейчас бы жили в обществе или с таблетками, с терапией, или иногда бы лечились, они были частью, они считались не людьми, просто что они наши ресурсы страны как бы тратят, вот это каждый раз, когда говорят про вот людьми с психическими, или инвалиды, тоже вот люди с какими-то, не знаю, с трудностями передвигаться, их же тоже уничтожали, то есть мне кажется, что для здорового общества это очень важно понять, что каждый член общества все-таки это часть его, и мы несем за него ответственность. Цыгане, ничего не меняется, то есть люди до сих пор бывают очень агрессивно, или очень, ну не зная даже цыган, они думают, что вот прям то, что у вокзала, это все, что мы видим и знаем, то есть ты даже не говорил с человеком, вообще, который часть латвийского общества, и с евреями, я очень надеюсь, с антипенитизмом, правда у нас уже как-то ситуация лучше, ну какие-то агрессивные комментарии, ну там это маленькая часть людей, которые, ну что делать, ну или тупые, или так им, так и не выражаются, ну что мы можем с ними делать, переубеждать. Против геев, то же самое, в нацистской Германии их убивали, селили в лагерях, унижали, поэтому мне кажется, вот если мы говорим про все вот эти группы, то мне кажется, конечно, там социалисты, коммунисты, эти мормоны, ну мне кажется, нам нужно быть настолько осторожным, вот то, что мы считаем, вот мы вот такие, где вот это здоровое общество, которое включает очень разных людей, и меньшинств в том числе, и мне кажется, конечно, мне то, что это может повториться, это мы, ну в Европе это было, и мы все, ну должны думать про это, что вот эти, и это все всегда начинается же с слов, то есть это начинается с пропагандой, совершенно таким неотфильтрованным ядом, который льется на людей. Я была в шоке, я начала, когда работать в мемориале Жанни Салибки, вот тот антисемитизм, при том, что я просто работаю в мемориале, я не еврей, ну то есть, да, я жила в Израиле, поэтому всем кажется, что, конечно, я еврей какой-то там непонятно, ну то есть, непонятно как, но что-то там есть подозрительно, но вот этот кошмар, который люди комментировали, это, конечно, ты должен очень быстро понять, что тебя это не должно трогать, то есть, ты не можешь свою энергию выпускать на вот эту всю фигню. Потому что, вот я как раз и хотел сказать, что стоит посмотреть социальные сети, особенно вот анонимные комментарии, когда люди не боятся, что, ну вот, они могут высказаться абсолютно все, что у них на уме, и вот ты читаешь, тебе становится страшно, потому что ты думаешь, что этот вот человек, который, с которым ты ходишь по одним улицам, может высказывать, там, сжечь всех геев там в печах, ну, абсолютно такие же. русских, латышей, там даже, да, геи, конечно, это еще сложно, мы все-таки постсоветское пространство, у нас была криминальная, то есть, ответственность, это было криминализовано, то есть, там, вообще, какие-то гомосексуальные отношения между взрослыми людьми, то есть, государство и в это тоже, в общем, вникало, но на самом деле про комментаторов вы говорите про анонимных, но у меня-то в фейсбуке комментаторы, вот тут жена собака, вот золотая осень в Сигулде, и он, и этот человек пишет, ну, такую просто злейшую, просто совершенно, и думаешь, ну, вот это же люди со своими именами, которые, вот мы еще горды, вот мы тебе рассказываем и про Сороса, и про евреев, и про Израиль, и, в общем, все на свете, ну, а что делать, ну, вот есть такие люди, но я, правда, уверен, что большинство людей не, ну, совершенно не такие, не, 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 может быть, успеем мы один последний уже, напоследок вопрос принять, здравствуйте, пожалуйста, доброе утро. Доброе утро, ну, я с большим удовольствием слушаю, что говорят ваши гости, на самом деле, здравые слова, а вы знаете, вот я немножко продолжу, с вектор, который вы нахали, вы знаете, у меня лично сложилось, я сейчас ни за что не иниратую, за какое-то общественное мнение, вот лично мое мнение, что вектор политики государства направлен на то, что у нас это было чуть-чуть, где-то, когда-то, местами, я вот реально это чувствую, многократно находил этому подтверждение, вот в чем причина, что нам нужно использовать эту линейку 10-сантиметровую, чтобы показать, вот у нас было, но чуть-чуть. Я понял, понял, спасибо, у нас просто очень мало времени, просто, чтобы успеть, да, вот я хочу сказать, что вас наградило правительство Германии, а вот, ну, как в Латвии все-таки, вот Германия осознает, раскаивается, пытается, ну, что-то сделать. Здесь понятно, что вот очень такая, ну, неприятная, может быть, страница, что часть, вот все-таки, граждан Латвии, они участвовали все-таки в этом. Сейчас выходят книги, и про вот расследование историков, уже более глубокие, про команду Арайса, и про участие, изданы книги про, про, про Холокост в Латвии. Мне кажется, пока это делают только историки, вы же знаете, важно, чтобы это было в кино, в документальное кино, и мне кажется, вот это правда появляется, и в театрах, свиногарша, то есть, вкус свинца, это уже осознание Холокоста, что-то, что произошло в Латвии, с частью людей из Латвии, а не про них евреев. Мне кажется, что и это меняется за последние 10 лет уж точно. Спасибо большое. К сожалению, время у нас завершилось. Директор мемориала Жаниса Липки, Лолита Томпсона была в нашей студии. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Спасибо.